Московские милиционеры, опять же к празднику, предложили подросткам обменять сигареты на конфеты. Ну, логично. Сейчас объясню. Давай, как? Надо смотреть на меня. На днях на вокзалах Москвы состоялась интересная акция. Прогуливаясь по площадям и вокзалам, а также заглядывая в тамбуру электропоездов пригородного сообщения, прогуливаются они там. Чем ты крутишь? Сотрудники палочкой. Сотрудники московской милиции, дубинкой, дубинкой, предлагали юным курильщикам обменять сигареты на сладости. Стоит, значит, мальчик, курит. Так. Подходит к нему мальционер. Разрешите обратиться к конфетку не хотите? Обращайтесь. А вообще, ты мне бычок, а я тебе рахат лукум. Такая сложная ситуация, ведь вообще с детства учат, что когда какой-нибудь незнакомый дяденька подходит в форме и говорит, хочешь конфетку, например, надо вызывать милицию. А если подходит милиционер, говорит, хочешь конфетку, кого вызывать, дяденьку? А если есть в кармане пачка сигарет, значит, будет с чем чаек попить весь завтрашний день. Поменяешь сигареты на конфеты и домой, и давай их жрать за обе щеки, запивая чаем. Так сказать, слоган дня, ударим кариесом по курению. Вот, дети приходят домой. Что-то от тебя конфетами пахнет. Как дыхника. Что-то от тебя конфетами пахнет. Ты что, ел конфеты? Мишку на севере жрал. Ты что, ел конфеты? Нет, я не ел конфеты. Просто ребята рядом ели конфеты. Я надышался. Мам, я не... Ты знаешь... Время позднее. Давайте, давайте как бы перейдем к песне. Давайте. Да? Не против вы? Такую прям, боевую. На чистый город опускается туман. Дымит шпана по подворотням и дворам. А нам все это не впервой с ириской снова рвемся в бой. Кафета справится с курящей детворой. Да! Вы не забудьте взять с собою зефира. Да! Пусть не закончится халва. Да! А если зубы заболят у вас с утра, К дантисту ответят опера. КА. 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 Продолжение следует...